Крем для комбинированной кожи с SPF 15 из серии Home Care Легкая текстура, потому что тип кожи, на котором можно оптимально использовать данное средство, это комбинированная и жирная кожа Небольшой уровень солнцезащиты, который как раз оптимален при ультрафиолетовом индексе до 4-5 Смотрим ультрафиолетовый индекс в прогнозе погоды и ориентируемся В составе небольшое количество питательного вещества, то есть масло сладкого миндаля, протеинный шёлк и витамин Е, гиалуроновая кислота увлажнение даёт И сок алоевера, который успокаивает кожу Оптимально применять как дневной крем и как базу под макияж Если кожа требует интенсивного ухода, то под данное средство можно наносить активные сыворотки К примеру, если кожа обезвоженная и гиперчувствительная, можно взять сыворотку 3D увлажнение нанести за пару минут до нанесения крема С тремя видами гиалуроновой кислоты, пептидом дифупарином и соколом алоевером Если кожа, например, обезвоженная и возрастная, требует улучшения тургора и тонуса, можно взять сыворотку интенсивомоложения с фитокультурой яблокомалюс доместика С тоже бета-глюканом, который обладает иммуномодулирующими свойствами, с двумя видами гиалуроновой кислоты, ультра и высокомолекулярной Можно при проблемной коже, например, наносить на участке с воспалением сыворотку стопа акне со злоиновой кислотой, допантенолом и сиборегулирующим комплексом То есть выбираем активное средство под крем в зависимости от состояния кожи и от тех проблем, которые необходимо решить Соответственно, использовать можно ежедневно, срок не ограничен, длительность использования данного средства И, соответственно, в небольшом количестве оно наносится, достаточно экономично, потому что имеет очень легкую текстуру ламеллярной эмульсии СПФ-фильтры здесь в составе это октокриленовый бензон Как я уже говорила, дают небольшую защиту, достаточную, например, в осенне-зимний период, в период ранней весны И отлично сочетается со средством, например, таким как ночной увлажняющий крем, который можно использовать вечером Они похожи по текстуре и со всеми нашими мягкими очищающими средствами То есть мы можем умыться гелем очищающим или использовать муссы с алоевирой или витамином С И использовать тоник по типу кожи Но в случае комбинированной кожи чаще всего это будет либо тоник для жирной или проблемной кожи, либо это будет тоник с ахакислотами Но также можно и остальные использовать варианты Если кожа жирная, но возрастная, оптимальным будет лосьон концентратное использовать в качестве тоника И на очищенную кожу мы уже наносим либо сразу крем, либо наносим сначала активную сыворотку по проблеме А потом уже наносим данный крем И поверх него уже можно при необходимости наносить декоративную косметику Продолжение следует...